Дорогие телезрители, у меня для вас очень важная культурная новость. Со 2 по 22 ноября в Российском Центре науки и культуры проходит художественная выставка, которая называется «Моя Родина от Черного моря до Средиземноморья». И сегодня у нас в телестудии в гостях вице-президент Союза художников Средиземноморья Нихо Ибанаидзе. Доброе утро! Доброе утро! В первую очередь, конечно, хочется узнать о вашем союзе художников Средиземноморья. Что это за союз, кто туда входит, что там происходит? Во-первых, большое спасибо, что пригласили. Большое спасибо, что я нахожусь с вами и делаем общее хорошее дело. Во-вторых, хочу сказать про наш союз, как меня просили. Это союз творческих людей. Я не скажу, что только художники, но в основном, конечно, художники, но творческий союз, который, будем так говорить, скоро будет юбилей у союза, но это попозже, объединили художников, творческих людей в этот союз, кто хотел именно показать свое творчество не только друг другу, а именно широкой общественности. У истоков этого союза, кроме меня, стоит Анна Аркадьевна Романенко, которая является тоже вице-президентом нашего союза. И начали мы работать, создали этот союз. Как давно? Сколько лет назад? Это уже скоро будет 10 лет. Скоро будет юбилей. Это уже внушительная дата. Да, уже детище подросло, ребенок подрос, и уже он почти тинейджер. Вот. Цели союза были, как раз я вам сказал, объединить творческих людей, показывать их творчество. Мы не преследуем цель, чтобы были только профессионалы. Ни в коем случае, потому что очень многие любители творчества не являются профессиональными художниками, по разным причинам не заканчивали специальных заведений, учебных заведений. Вот. Поэтому, чтобы дать и показать ихний путь в творческом плане широкой публики, мы решили объединить всех и профессионалов, и любителей непрофессионалов, и создать этот союз. Делаем мы выставки в разных местах нашего маленького шарика. Очень далеко мы как бы не доходим, типа как за океан или там. Но, что касается нашего региона, Средиземноморского региона, Черноморского бассейна, как вы сказали, перед тем, как мы представим. То есть, не только на Кипре происходит наступление? Конечно, конечно, да. Мы организуем очень интересные у нас творческие, это затянется очень долго, мы можем рассказывать часами. Ну и, в общем, стараемся показать широкой публике творчество тех людей, которых объединяет наша ассоциация. Вот. А что касается выставки в Российском Центре науки и культуры, она ежегодная выставка. Уже седьмая, седьмая в этом году, с поддержки посольства Российской Федерации на нашем прекрасном острове, поддержки опять-таки Российского Центра науки и культуры, вас, людей, которые не безразлично творчества, мы организуем эту выставку. Она проходит в Некосии, с 2 по 22. Так что, дни посещения они находятся на нашем сайте, на сайте Амы. Как зарегистрироваться в связи с нашими событиями, которые... А, то есть надо регистрироваться прежде, чем посещать? Да, в этом году, да, да. В этом году, ну, в связи с событиями, которые у нас, видите, мы с вами в масках сидим, общаемся, то обязательно нужна регистрация. Как и художников, так и гостей. Поэтому надо зайти на сайт Амы. Он у вас, я думаю, есть, и еще покажете нашим зрителям. И пройдете регистрацию, проблем нет, посетите, посмотрите, получите удовольствие от выставки, я уверен. Вход он всегда бесплатный. А можно ли приобрести картины на этой выставке? Или они только для показа? Во-первых, в первую очередь они для показа, в первую очередь. Но если кто-то заинтересуется абсолютно президентом того или иного художника, то обязательно можно, в общем, будет, наверное, маленький каталог, обратиться, да, 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 да. И они уже с нами свяжутся, и мы как-то, в общем, будем общаться с теми, кто хочет. В каких направлениях представлены картины? Абсолютно разные направления, потому что мы не стремимся конкретно показывать какое-то или иное направление в творчестве. Потому что искусство, оно многогранное и многолико. Поэтому каждому дается возможность проявить себя в том или иной технике. У каждого свое видение, не только жизни, но и вообще мировоззрение. Поэтому мы очень рады, имея вот разные направления. Мы не преследуем вот цель именно конкретно вот показать именно на... У нас есть тематические, конечно, выставки, но именно вот здесь, в Русском центре науки и культуры, показать именно вот какое-то конкретное направление. Поэтому принимают участие как и профессиональных художников, как я и сказал, так и любители. Разное направление. Очень тематически, очень интересно. В этом году мы взяли еще работы наших талантливых, ну будем так говорить, тинейджеров, детишек, у которых есть, да, там представлены шесть работ. Ну, я думаю, что будем и дальше работать в этом направлении, объединяя и вот и мастерство, и вот начал. Ну вот, в общем, очень интересная вещь. Ну, это же очень здорово для посетителей, потому что каждый найдет что-то для себя интересное, так как представлены разные направления, разные возрастные категории художников и так далее. Я так понимаю, что участвуют не только члены Союза художников Средиземноморья, но и извне художников. Это и есть наша, да, вы правы, это и есть наша одна из еще и целей, что мы занимаемся, ну, будем так говорить, популяризацией искусства. Не надо такое популяризации, она всегда была как бы, ну, но в какой-то мере, да, мы стараемся, чтобы дать возможность многим найти, проникнуться этим духом и стать членами нашей ассоциации. Это как бы маленький бонус, маленький, ну, вот такой, в общем, какой-то, можно сказать, первый шаг, да, чему-то, да. Поэтому, да, там, естественно, представлена работа не только членов Союза, но вот уже несколько выставок у нас есть в год-два раза. Мы стараемся и мы собираемся вместе с Анной Аркадьевной, вместе с, будем так говорить, творческим нашим Союзом и обсуждаем работы разных художников и рассматриваем заявления, кто хочет вступить в Союз. Да, поэтому вот эти как раз выставки позволяют нам и очень широкой публике оценить работу и для нас. Это тоже очень важно посмотреть и понять, какова будет их дальнейшая судьба как раз в нашем творческом, в общем, маленьком пути и ассоциации. А скажите, пожалуйста, а вы как художник какое направление предпочитаете? Даже, может быть, не писать своей рукой, а смотреть, прослаждаться. Я вас понимаю, я не первый раз приходится мне отвечать на этот вопрос, как вам всегда очень любимым. Вы понимаете, являясь профессиональным художником, там разные направления, что мне нравится. Есть абсолютно не только живопись, я очень люблю и графику, я очень люблю и скульптуру, я очень люблю. Ну, разное направление, но самое любимое, в общем, будем так говорить, нету таких вот, но любимое направление, любимый художник, это все же импрессионизм. Да, и представитель в этом импрессионизме есть такой Мадельяне, Мадеус Мадельяне, который, в общем, является, будем так говорить, прототипом многих моих героев, которых я пишу. Как интересно, вы знаете, я тоже очень люблю импрессионистов именно. Да, ну, видите, у нас совпали вкусы, все люблю, естественно, и больших мастеров, это большая школа, которая была и в эпоху Возрождения, и до сих пор шла. Сейчас, кстати, очень много утеряно от этого, мы все же стараемся, наверное, пойти по упрощению к чему-то. Слишком много утеряно, я бы сказала. Иногда вот залы, где представлен модернизм, они пугают. Да, есть очень такое. Я когда посещаю другие страны, я выделяю один-два дня на оккультуривание, так скажем, посещаю различные музеи, галереи, выставки. И вот залы с модернизмом я как-то прохожу стороной. Дело в том, что они обязательно... Никогда не знаешь, что ты там можешь увидеть. Да, вот это есть. Ну, это хорошо, с одной стороны, искусство, опять я повторюсь, многогранное и многолико. Конечно, как будто сто процентов нравится. Да, должны быть очень какие-то... Но я считаю, и вот наши телезрители могут, в общем, как бы правильно понять, что сперва надо все же знать азы творчества, знать как, и потом прийти уже к тому модернизму. Сначала выучи алфавит, научись писать, а потом сочиняй свои стихи творчества. А потом можно, да, ну, кто-то становится Блоком, кто-то потом Пушкиным, а кто-то абсолютно спокойно пишет вечерами свои стихи. Все абсолютно, ну, надо пройти азы, знать хотя бы элементарные вещи, которые есть в каждом, ну, в каждой работе, в каждом творчестве. Ну, вот этот момент, да, есть. Сразу вот большие вещи, вот взяли побольше краски, кинули, посмотрели, что получилось, оно все же чуть-чуть. Я считаю, что это чуть-чуть неправильно. Скажите, пожалуйста, вы проводите также мастер-классы, творческие вечера, вы работаете со взрослыми и с детьми обучаете их живописи. Да. В связи с этим у меня такой вопрос, каждый ли может стать художником? Ведь, знаете, у каждого из нас, у большинства, 100%, на жизненном пути встретился учитель, родитель, друг, который высмеял картину или стихотворение, и все. И человек вычеркнул вот этот этап творчества из своей жизни, хотя душа, она тянется. И многие начинают и в 30, и в 40, и в 50, да, берут кисть, что-то пробуют. Сейчас хорошо это доступно. Вот на вашем опыте как это происходит? Знаете, интересный вопрос, я вам отвечу так, что каждый может взять карандаш, кисточку, холст, краски и может писать. Каждый. Ну, у нас подход, как у нас иногда шутим, писать и рисовать, это две разные вещи. Разные, да, конечно. Вот вы пишете, а я рисую, 100%. Будем так говорить, мы люди культурные, у нас передачи культурные, мы все пишем. Вот, поэтому... Просто язык не поворачивается, так сказать. Да, я понимаю. Но вы понимаете, в чем отличие бывает? Все, почему они... Вы понимаете, человек, который научился играть на музыкальном инструменте, он может играть в кургу друзей, какие-то вечеринки, дираке они справляют. Ему тяжело выйти на большую сцену, ну, или, я не скажу, как Мацуев сыграть. Ну, вы знаете... Но я имею в виду, вы понимаете, да, очень тяжело. Да, мой вопрос, он и не о том, чтобы выйти на большую сцену, а надо ли для себя это развивать, если душа требует... Обязательно, для себя, обязательно. А возможно и раскроются таланты. Обязательно, для себя, но есть там четкая грань. Для этого как раз на ассоциации, вот этого и говорил, и говорю еще раз, существует, чтобы мы смогли где-то, ну, подсказать, показать, где вот эта грань, где может человек перейти, стать уже художником, работать в этом. А где просто вот таким любителям, где мы будем всегда рады видеть и показывать в широкой публике. Понимаете, о чем? Есть маленькая тонкая грань. Вот, понимаете, я могу наиграть три аккорда, и могу спеть очень много под три аккорда, но я не смогу сыграть. Ну, конечно, собачий вальс сыграешь, да? Вы понимаете, о чем идет. Никого не хочу обижать, никого не хочу. Это не я здесь, в общем, критерий. Понимаете, я прошел, чтобы стать художником, я 40 с лишним лет, почти 50 лет держу карандаш в руках. Вы понимаете? И это на самом деле каждый день мне труд. Вы понимаете, о чем? Конечно, конечно, совершенно. Да, конечно, человек может два года начать писать, но таких талантов есть у нас, и примеров много есть, да. Но встречаются, да, такие, которые начали и раскрыли таланты. Конечно, встречаются. Как здорово. Поэтому мы очень, так сказать, рады и счастливы находить вот в нашей ассоциации, в нашей работе вот эти... Вступайте в ассоциацию. Вот эти, девочки. Мы откроем бриллианты, да? Да, без вопросов, конечно. Скажите, пожалуйста, а проводите ли вы мастер-классы на открытом воздухе, на природе или только в студии занимаетесь? Нет, не только в студии, у нас пленеры есть. Конечно, летом чуть-чуть тяжеловато бывает из-за жары. Из-за жары, конечно. И, в общем, каких-то маленьких шоу. А сейчас хорошая такая погода. А сейчас, да, вот буквально несколько дней назад мы были на природе, писали. Есть у нас, в общем, талантливые, ну, такие ударные все. А где зарегистрироваться? Как узнать о том, что вы проводите мастер-класс и присоединиться? И какая вот ценовая категория такого участия? Я вам скажу, пожалуйста. Во-первых, наверное, вы покажете и имелы, и куда можно написать, или там телефоны ассоциации. Плюс еще Мехуарт, это вот маленькая художественная моя студия, галерея, где я преподаю. Вы покажете, как можно обратиться. Это тоже на Фейсбуке можно? Да, конечно, Фейсбук, да. Все это есть в социальных сетях. И там вся информация, с чем мы занимаемся, она постоянно обновляется и постоянно пополняется. Поэтому любой желающий, особенно находящий на нашем прекрасном острове, может с удовольствием обратиться и с удовольствием, в общем, это все посмотреть. Какая средняя цена участия? Знаете, она разная. Она колеблется, смотря, ну, в какой весовой категории находимся в творческом плане учащиеся. Ну, где-то это в районе 35 евро за... Ну, это очень доступная стоимость. Да, да. Будем так говорить, 3 часа работы. Это с 10 до часа. Это здорово. Надо ли что-то участнику иметь при себе? Обязательно. Нет, если предоставлять, это может быть, да. Нет, должно иметь с собой... В чем он хочет работать? Нам это без разницы. То есть, он с собой берет инструменты для работы? Это может быть уголь, да, акварель. Все абсолютно, на чем это ставится. Ну, какие-то вещи есть, конечно, у нас запасные. И вы едете вместе с группой, уже корректируете... Обязательно, обязательно. Кофе, чай, маленькие какие-то вещи, оно входит в эту стоимость, так сказать. Комплимент. Да, такой маленький, чтобы мы посидели... Комплименты от мастера. Да, всегда кофе, чай попили, пообщались. Опять-таки, как с вами, об искусстве, о каких-то, в общем, ну, по художественному пониманию чуть посидели, посплетничали. Как у нас, что происходит, кто что видел, как это все сделали. Ну, чисто вот так. Зато это объединяет, сплачивает. Ну, в общем, мы становимся более сплоченны в этом плане. И дает возможность, наверное, двигаться вперед искусству, понимаете? Видеть ошибки друг друга, видеть, наоборот, радоваться успехам коллег, подсказывать, как это правильно, и так далее, и так далее. Все абсолютно, конечно. Вы знаете, во время карантина очень стало распространенным онлайн-обучение, в том числе и творчеству, и живописи. Как вы относитесь к такому, и готовы ли вы онлайн обучать, а может быть, уже и обучаете? Знаете, я, честно говоря, отношусь к нему негативно. Лично я. Почему? А потому что контакта нет. Это все же творческий процесс, вы понимаете? Одно дело, можно, конечно, записать уроки онлайна. Это быстро так прошло. Понимаете, я не могу показать тех нюансов, которые тоже краски какие-то. Вы понимаете, каждый художник своими инструментами, своими красками. Вот это передать онлайном, это очень тяжело. Но больше я вам скажу, понимаете, сейчас вот я даже не сторонник того, что когда через соцсети пишут, ну, через Фейсбук, там, через телефон или через... Я не знаю, понимаете, пиксели, которые там находятся, ну, или как там правильно, наверное, пиксели, вот эта камера. Настолько чище она, настолько она хороша в плане всего, что она по-другому видит. Я всегда говорю своим ученикам, что хрусталик нашего глаза, у всех он одинаково устроен. Мы не можем видеть, как камера видит, вы понимаете? И если мы это видим своими глазами, вот той же пленэр, в которой мы ездим, те же студийные, постановочные какие-то вещи, мы пишем его правильно, в тех же цветах, которые видит наш глаз, вы понимаете? Когда мы стараемся его написать так, как было, например, на телефоне или на каком-нибудь планшете, то мы неправильно пишем его, потому что там другие цвета. Мы неправильно воспринимаем цвета. Вообще все по-другому, понимаете? Мы должны знать, что мы хотим в итоге получить, вы понимаете? Мы обучаемся этому или просто делаем вот красивую картину, и мы радуемся этому. Это тоже нормально как бы, но чуть-чуть далеко от творчества. Вот это две вещи, которые мы должны знать. Человек, если он хочет писать, он может писать, а никто никому ничего не запрещает. Но там теряется очень много вещей. Поэтому онлайн-обучение – это очень хороший бизнес-проект, очень для многих может быть. Но художнику тяжело, именно художнику. Конечно, все любят заработать, например, да, сейчас и все это легально можно и абсолютно преподавать. Но все же в плане творческого процесса это тяжело, очень тяжело. А что заработать, а чем людям заняться? Вот, заняться надо. Если краски есть и хочется написать, а не знаешь как, то какие-то советы хотелось бы услышать. На пленэр, только на пленэр. Понимаете, это все абсолютно. Пленэр можно, на свежем воздухе можно, соблюдая дистанцию 2 метра и все прочее. Может, конечно, писать человек, тогда надо, в общем, как-то это скидывать куда-то. Надо постановочить, показать, что вот там построили, например, там вазу, грушу, корзину. Он его написал и потом может, грубо говоря, нам как-то показать его, чтобы… Сфотографировать и отправить неправильную цветокоррекцию. Например, потому что очень-очень тяжело. Онлайном, да, очень много курсов. Вы понимаете, вы попробуете, вы послушаете как-то, но никак невозможно это сделать. Да, можно, получится что-то, но оно будет, в общем, поверьте мне, чуть-чуть будет страдать искусством. Понятно. Спасибо вам огромное за нашу беседу. Это вам спасибо, что пригласили. Очень интересно, очень познавательно. Дорогие телезрители, я хочу еще раз напомнить, что со 2 по 22 ноября в Российском Центре Науки и Культуры проходит художественная, ежегодная художественная выставка Союза художников Средиземноморья, которая называется «От Черного моря до Средиземноморья». «Моя Родина» от Черного моря до Средиземноморья. Да, «Моя Родина» обязательно, да. Поэтому будем рады, регистрируйтесь. Регистрируйтесь, все контакты вы видите на экране. И давайте встретимся на выставке, а после поделимся впечатлениями в нашей группе в Facebook Кипр Онлайн. Большое спасибо еще раз.